Здравствуйте, это Голос Америки, и вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальпирович, и как это бывает у нас по пятницам, сегодня у нас спецвыпуск подкаста. Мы беседуем о российской пропаганде и борьбе с ней, а также о наступлении ВСУ в приграничных российских областях и роли сети «Телеграм» в информационном пространстве Украины с Игорем Соловьем, главой Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины. Игорь Соловей – опытный журналист, в свое время он был и шефом бюро агентства «Украинфорум» в Москве, работал в «Интерфаксе Украина» и других медиа, а возглавил Центр стратегических коммуникаций при украинском Минкульте за полгода до начала открытого вторжения России в Украину. Этот разговор был записан сегодня, 30 августа, в 919-й день полномасштабной войны. Большое тебе спасибо за возможность поговорить. Россия ведет против Украины не только горячую войну, но и войну пропагандистскую, причем ведет она ее уже скоро 20 лет, с момента оранжевой революции. Это, в общем, война в разное время принимала разные формы, она серьезно обострилась после 2014 года, ну и, конечно, приобрела совершенно новое измерение после начала открытого вторжения. Каковы главные приемы и способы того, что задействует Россия в пропагандистской войне против Украины? Главная цель российских пропагандистов и пропагандистской машины — это получить доступ к сознанию украинцев. Собственно говоря, для этого используются все возможные оставшиеся способы. Напомню, потому что у нас российские телеканалы мы выключили, российские соцсети и одноклассники ВКонтакте мы закрыли, поэтому у российского государства осталось ограниченное количество каналов донесения информации. Это, в первую очередь, соцсети и прямые контакты человек к человеку через политические партии, через российскую церковь или через отдельных политиков и пророссийских деятелей. Вот, собственно говоря, в этих нишах Россия и работает. Если говорить о мессенджах и о приемах, то на самом деле они не отличаются какой-то новизной. Они 20 лет назад с начала оранжей революции действуют и, в принципе, не сильно менялись. Да, они видоизменялись по масштабности, но принципы оставались те же. Главный принцип — это демонизация. То есть все украинцы, фашисты, нацисты, бандерасы и так дальше — создание образа врага. Еще используется очень популярный прием, как озеркаливание. Что-то происходит и делает российский военный, российская сторона, а пропагандисты прикручивают, говорят, нет, это сделали украинцы. Самый свежий пример — сегодняшний случай в Харькове. На авиационной ракете убили детей, убили мирных жителей, но пропаганда радуется, что это случай. Украинское ПВО — пример, который на слуху у всех, но он периодически возникает, но быстро его можно развенчать. Это создание откровенных фейков. Есть определенная ниша, но откровенные фейки долго не живут, и чтобы они жили постоянно, их надо подкармливать. Из этой области можно называть биолабораторией в Украине. Придумали эту сказку и вот носится с этой сказкой очень долго. И, что интересно, они ее постоянно подкармливают. Но тут понятно, почему они это делают, потому что аудитория этой байки, она находится не в Украине, она находится на Западе. Ну и наш любимый Мини Бензи каждый раз там выходит на большую трибуну ООН и рассказывает про биолаборатории, ему там вторит Лавров и все остальное. Мы видим, что большая часть пропагандистских усилий России направлена на Запад. В глазах западного общества подрывается имидж Украины, проповедуются выгоды отказа от помощи. Вот как это ощущается в Киеве и что вы этому противопоставляете? С самого начала машина российской пропаганды работала именно на Западную аудиторию для того, чтобы оторвать Украину от западной помощи, от военной в первую очередь помощи, от гуманитарной, финансовой, политической и так далее. Это направление не сработало, потому что существует калиция в поддержку Украины, никто не собирается эту помощь ограничивать и так далее. Но мы видели в разное время локальные успехи, которые отображались в изменении той или иной позиции тех или иных стран. Ну, например, возьмем Соединенные Штаты Америки. Страна, которая больше всего помогает Украине, но на полгода из-за внутренних проблем помощь Украине была подвешена. Оружие недополучали, снарядов не хватало, возможности контрнаступления были ограничены и так далее. Как мы этому противодействуем? Мы продолжаем рассказывать о необходимости той или иной помощи. Мы это подкрепляем конкретными фактами. И тут нам Путин очень сильно помогает, потому что не надо ничего придумывать. Он сам все сделает. Когда они рисуют какие-то красные линии, что вот вы не давайте украинцам гаубицы, которые стреляют дальше 40 километров, иначе будет тот, а тот. А сами уничтожают города, села, дома. Потом приходят гаубицы, говорят, а вы не давайте тогда самолеты, потом не давайте ракеты, иначе будет ай-ай. Каждый раз эти красные линии все сдвигаются, сдвигаются, сдвигаются. Сейчас, по ходу, не дали разрешения бить по российской территории американскими ракетами, только в каком-то приграничье. Все остальное мы уже получили. И это следствие той политики, которую проводит Путин. Главное, чтобы то оружие, которое мы получили и получаем, можно было использовать по назначению и обеспечивать свою безопасность безопасной страны. Насколько возможно для украинской власти развенчивать российскую пропаганду на оккупированных территориях, и насколько силен ущерб от этого дела на тех территориях, которые Россия оккупировала или объявила своими? Россия на новооккупированных территориях устанавливает не только концлагер для людей в финансовом, экономическом плане, но она устанавливает сразу такое информационно-цифровое гетто, где полностью отрезаются любые контакты с Украиной. Закрываются каналы, глушится связь, не работают телеканалы, интернет работает с перебоями, потому что он переключается сразу на российских провайдеров, и они блокируют украинские сайты. Вместо этого действительно сознание людей нафаршировывается вот этим новоязом. Мы это всё прекрасно видим. Есть каналы донесения информации, они остаются, и в первую очередь через интернет, но не только. Есть другие способы, особенно в предфронтовом регионе. Главная задача этих усилий — оставить украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях в связи с Украиной, чтобы они не верили сказкам пропагандистов, что российские танки стоят уже под Львовом. Были такие случаи, когда в Херсоне, по-моему, они заходили, всё обрубали, и потом рассказывали местным, что там всё, расслабьтесь, сдавайтесь. Мы уже дошли до Львова. И чтобы этого не было, наша задача — сохранить людей в орбите украинского информационного пространства. И вот эти контакты даже межчеловеческие, позвоните друг другу на оккупированную территорию и просто по телефону расскажите, что на самом деле происходит. Это работает. Да, после освобождения предстоит большая работа, потому что люди находятся в ужасных информационных условиях. И это всё решается просто рубильником, когда включатся все украинские медиа, туда зайдут украинские журналисты, туда зайдёт украинское телевидение, мировые медиа. Оно всё раздрулится. Но для этого надо освобождение таких территорий. И я всегда говорю, что главный борец российской дезинформации — это вооружённые силы Украины. Ты сказал в самом начале важную вещь, что Россия пытается воздействовать на украинское население и через церковь тоже. Вот последние шаги украинского руководства, которое сейчас запрещает украинскую православную церковь, насколько, по-твоему, они оправданы и насколько они будут эффективны в том, чего вы хотите добиться. Поправочку сделаю сразу. Никто Украинскую православную церковь не запрещал, нет, не запретит, потому что такой цели нет. И идёт речь о том, что в условиях войны необходимо прекратить каноническое общение. Это юридический термин, совсем не про веру, а просто про юридические отношения. Епархии, которые называют Украинская православная церковь Московского Патриархата с Российской Федерацией. Российская православная церковь, РПЦ, открыто поддерживает войну, открыто призывает убивать украинцев. В этих условиях удивительно, если бы мы поддерживали агрессивную политику враждебной юридической организации, которая именуется как РПЦ. И через свою юридическую организацию, которая существует в Украине, которая именуется УПЦ-МП, воздействуя на сознание наших граждан. Насколько это будет успешно, юридическую базу надо принимать в любом случае. Если этого не делать, то тогда это означает, что украинское государство способствует действиям Российской православной церкви в Украине. Мы этого не можем себе позволить, хотя бы из моральных соображений. Поэтому принимаются такие юридические шаги, чтобы дать возможность юридической организации УПЦ-МП определиться. Они хотят быть в составе вот той большой РПЦ российской, либо они хотят быть украинской церковью для украинцев. Это не про веру, это лишь про юридические основания. Люди как ходили в церковь, так и ходят. Выбирают себе и ходят. Единственный момент, самое большое количество наводчиков, коллаборантов почему-то оказывается среди паствы УПЦ-МП и среди ее священников. По отношению к этим конкретным людям открываются конкретные уголовные дела. Но факт есть факт. И тут уже против факта не попрешь. Именно УПЦ-МП является вот таким донором для наводчиков, корректировщиков и разных коллаборантов. Следующий вопрос о, пожалуй, самой горячей сейчас теме. Это наступление в приграничных российских областях вооруженных сил Украины. Что можно говорить об информационном влиянии этого прорыва на людей в Украине и в России? Для украинцев это однозначно повышение морального психологического духа. Для россиян это наоборот. Как по мне, главная задача, она уже достигнута. Нам очень сложно достигать сознания россиян. И вот эта операция, она заставила про войну говорить сами российские медиа, самих россиян. Потому что успех Путина, он базируется в том числе на том, что он создал вот такой кокон. Вот где-то война идёт, а вот все остальные живут как жили. А теперь получается, что оказывается, что не так всё просто. И что война уже не там где-то далеко в Украине. А она уже тут на границах, она уже на нашей территории. Она уже на Белгородщине, на Курщине. А вот там Москва недалеко. Вот поэтому люди начинают всё больше задумываться о том, а надо ли это вообще? А что мы вообще там делаем? Какова роль соцсетей в Украине, в том числе свежая, много обсуждаемого сейчас Телеграма, как в пропаганде, так и в противостоянии этой пропаганде? И что они означают в твоей работе обычно? Как я уже сказал в начале, после всего того, что мы проделали работу с 2014 года по ограничению влияния российских каналов донесения информации на украинскую аудиторию, самая большая площадка работы пропаганды это соцсети. Российский Телеграм, американский мета, то есть Фейсбук или Инстаграм, китайский ТикТок, неважно. Вот соцсети это фактически сейчас главная платформа для противодействия и для работы всех. И нас, и российская пропаганда. Поэтому, конечно, для нас самая большая опасность это от ТикТока и от Телеграма. Почему? Потому что, ну, по Телеграму проще всего объяснять. Мы видим количество обвинений, которые выдвинули сейчас Дурову, а мы об этом говорили давно. Мы столкнулись с тем, что Телеграм как администрация, как платформа, она вообще не хочет влиять на правила игры, модерировать на своей площадке. Сначала войны точно. И мы говорили, что нельзя распространять шок-контент, нельзя публиковать личные данные военных. Но нас не слышали. Я радуюсь задержанию Дурова, поскольку может это заставить его играть по правилам цивилизации. Дуров, создав Телеграм-площадку, Телеграм как вот этот большой дом, впустил туда кого угодно и не хочет ничего делать. И говорит, это свобода выражения. Нет, это не свобода выражения. Это беспредел. Это даркнет, с которым борется с самого начала. В соцсети важная площадка. Мы пытаемся сделать так, чтобы правила были едины для всех. Тоже двуличие Дурова состоит в том, что вот с одной стороны он говорит, мы не будем ограничивать возможности людей бороться за свою самоидентификацию, за независимость и так далее. Это касается регионов в Африке, в Азии, по всему миру. Но как только что-то касается России, как только возникают какие-то локальные проблемы в Башкатерстане, в Махачкале, что делает Дуров со своим Телеграм? Они просто всё блокируют по запросу российских спецслужб. Такое несоответствие слов и действий Дурова порождает, точнее, очень много вопросов к нему, к искренности их заявлений. Потому что и про надёжность, и про правила игры мы можем судить только со слов администрации Телеграма. Поэтому я надеюсь, что этот случай как-то вернёт Телеграм как площадку в цивилизованные правила игры. Пожалуй, логично будет последним вопросом задать себе вопрос о работе контрпропаганды украинской на русском языке. Дело в том, что, конечно же, понятно, что сейчас для украинцев русский язык – это язык агрессора. И русский язык в Украине без преувеличения переживает примерно то же, что в своё время переживал в Советском Союзе после Второй мировой войны немецкий язык. Но вот, тем не менее, наверное, вы сами понимаете, что вам нужно работать на русском языке. И ведётся ли такая работа? И если ведётся, то какая? Очень точное наблюдение, что русский язык переживает не самые лучшие времена. Скажите Путину спасибо за это. По личным наблюдениям скажу, что сейчас я лично в Киеве наблюдаю рост количества людей, которые общаются на русском языке. Что касается пропаганды на русском языке, тут есть два аспекта. Мы понимаем сейчас, что работать на российскую аудиторию в России бессмысленно. Потому что убеждать рядового россиянина не идти на войну, не убивать украинцев, не брать денег кровавых – это бессмысленно. Поэтому никакие аргументы о славянском братстве, о гуманности на них не работают, им нужны деньги. Поэтому делать что-то для россиян в России на русском языке, оно бессмысленно. Их либо купят за большие деньги и не пойдут убивать, либо их просто загонят по мобилизации и тоже пойдут на фронт и ничего не будут делать. Ну вот я считаю, что надо продолжать работать на русском языке для россиян, которые выехали, которые не поддержали войну, которые являются нормальными россиянами, которые переживают за свою страну, за себя, конечно, за Украину в том числе. И тут даже поправку сделаю. Не столько про Украину речь идет, сколько о судьбе России. С такой категорией надо работать. У нас нет там больших ресурсов для этого. Мы ведем до сих пор уже третий год телеканал Freedom на русском языке для российской язычной аудитории. В России там чуть-чуть и получают, но в основном в странах Европы. Те, кто смотрит этот канал в интернете, через спутник и не только в России. Казахстан, Беларусь, другие страны, там, где Европа, там и Германия, например, где есть большая русскоязычная диаспора. Те, кто хочет получать информацию про Украину из Украины на русском языке, вот такая возможность есть. Большое дело делают российские журналисты, которые, уехав из России, продолжают писать о ситуации, писать с позицией нормальной журналистики, поддерживать светлую сторону этой войны, то есть Украину. И делают большие расследования, хорошие материалы, оставляют в поле зрения Россию, не давая возможности Путину монополизировать эту страну. Это не только его страна, не только страна тех, кто там остался, а и страна тех, кто уехал. Я очень надеюсь, что те, кто уехал, доживут до того момента, когда смогут предъявить свои счеты нынешнему политическому режиму в Кремле за все те обиды и ущемления, которые они сейчас терпят. Но для этого надо работать всем, нам, украинцам, на поле боя, а россиянам на информационном фронте, потому что ничего так просто не приходит, победа просто так не дастся. И вопрос, что ты делал во время войны, после войны будет очень актуально. На этом выпуск подкаста «Русская служба голоса Америки. Украина. Самое важное» закончен. Я напомню, что это был спецвыпуск, в котором мы говорили о российской пропаганде, телеграмме, дурове, наступлении в ССУ в Курской области с Игорем Соловьем, главой Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе «Эппл подкасты». Его также можно слушать напрямую с сайта «Голоса Америки» и, конечно, на канале «Эхо». У микрофона был Данила Гальпирович. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.